Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлантлайф. И сегодня у нас долгожданный репортаж из сада Петра Попова. В прошлом году Виктория Сымгина, арт-директор архитектурно-ландшафтного бюро Гринс, начала здесь производительные работы. Во-первых, был сделан проект, посажены растения, задан каркас сада. И прошел год с тех пор, как мы здесь не были, но здесь вообще происходили интереснейшие события. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей, привет всем. Да, я прав, здесь было весело. Слушай, здесь было весело два раза, но оба раза недолго. Мы пришли сначала весной, посадили плодовые деревья, ягодные кустарники и несколько декоративных кустарников. То есть это был чебушник, сирень, такого плана. И мы ушли. В общем, вернулись мы сюда буквально полтора недели назад. Вернулись по такой грустной причине, на самом деле. Значит, вот наш гараж, который не используется как гараж, который будет реконструирован в беседку-гриль, ему постоянно заливало это здание. Заливало очень серьезно. Как ты помнишь, в прошлом году заказчики отказались сделать топосъемку участка. Вот. И в этом году мы все-таки настояли, чтобы она была сделана, и чтобы мы сделали проект осушения этого места. Там просто вода стояла, начиная с июня, бесконечно. То есть заливало пол гаража на высоту 5-10 сантиметров. Вот. Значит, после того, как мы получили это посъемку, оказалось прекрасное. Ну, было понятно, сразу это видно обычным путем, что не было сделанной ливневой системы, то есть вся вода с кровли этого строения, она просто-напросто оказывалась под гаражом. Также оказалось, что вот это вот все прекрасное мощение, да, оно ведет, вся вода ведет туда. То есть уклон туда, прямо в гараж. Уклон туда, в гараж. Потом, значит, там есть колодец ревизионный прямо внутри этого здания. И там не высочайшая точка, а нижайшая. То есть вся вода с участка, которая... Вот мы с тобой видели эти ревизионные колодцы, мы не понимали, работает этот дренаж или не работает, да. Оказалось, что все смонтировано так, что вся вода с участка, она эвакуировалась в гараж. То есть она работает, да, но хотелось бы... То есть получилось, что все дренажные воды, все ливневые воды, все оказывались вот конкретно в этой прекрасной точке. Был сделан отдельно проект осушения этого места. Я тебе, кстати, его покажу, мы его покажем телезрителям. Вот. И мы экстренно проводили эти работы. Прямо сейчас. Значит, вот то, что мы вот видим, что изрыто, это, собственно, вот оно. И сегодня у нас будет последняя финальная стадия этих работ. Мы будем ставить насосы, которые будут откачивать ливневые воды в канаву и дренажные, потому что высоты дна канавы уличной, открытой ливневой, недостаточно для того, чтобы это все нормально эвакуировать. Ну, мы сейчас можем туда пройти, посмотреть, что там было сделано. Давай, я так понимаю, что главная ошибка здесь, то, что, в принципе, мы решили довериться людям, которые строили этот дом, делали этот участок, что здесь все сделано грамотно, а оказалось, конечно же, что нет. Не, ну, были сомнения изначально, да, но заказчики не были готовы ни морально, ни финансово на то, чтобы вообще даже ставить перед собой такие вопросы. Вот. Поэтому... Все пошло по наихудшему сценарию. Ну, ты знаешь, в общем-то, нам, ты видишь, да, вот мощение как бы вот так и есть, то есть мы все довольно-таки... По крайней мере, не перебирать дорожки пришлось существовать. Да, мы в двух местах. Вот там вот мы дорожку скрывали, вот за елкой, и будем скрывать здесь, но здесь будем уже скрывать для того, чтобы запитать насос. Ну, ты мне скажи хотя бы растения, которые мы в прошлом году сажали с тобой уже примерно в это же время, в ноябре, они вообще, как себя чувствуют, они живы вообще после того, что их подтапливало, после того, как была вот эта вот зима такая сложная. Вот именно в том месте, где подтапливало, там мы посадили с тобой бархат амурский. Да, довольно капризное дерево. Мы сейчас с тобой посмотрим. Ну, ты помнишь, он был маленький, слабенький, хиленький, и, в общем-то, так, ну, не производил благонадежного впечатления. Вот. И, в общем, он в очень приличном состоянии. То есть он никак не отреагировал негативно. Единственное, что с ним случилось, с того, что мы сажали его в предземье, да, мы его сажали выше, но с учетом того, что началось вот это затопление, оно его как бы заглубило принудительным таким путем, и мы его поднимем, естественно. Но он пока никак на это негативно не отреагировал. Ну, в целом, как бы растения из Европланта, я надеюсь, оправдали свою репутацию. Да, нет, все хорошо. Ничто не погибло, несмотря на экстремальные... Ну, на самом деле, вот давай мы можем сейчас подойти к березе. Пойдемте. Вот, кстати, посмотри, обратите внимание, значит... На эту кишку. Вот это, да, это труба, которая была вынута. Вот, кстати, вот здесь вот она не сложена. Были места, где она просто была сложена абсолютно. То есть она вообще не исполняла свои функции? Да, но это тоже не исполняла. Почему? Смотрите, видите, она снаружи в оплетке. То есть снаружи она идет, оплетка из геотекстиля. Некоторые даже считают, что если есть эта оплетка, то можно не делать щеберночную подушку вокруг. Что происходит? То есть эта труба была закопана прямо в грунт. Вы видите, да, вот просто грунт на ней. Естественно, она моментально заидлилась, то есть этот геотекстиль заиделся. А она работала просто как обычная ливневая. То есть то, что там в начало попадало, то по ней шло. Но шло куда? В гараж, да? Понятно. Но это уже другая история, да? Но суть в том, что никогда не кладите и не покупайте трубы именно перфорированные, да, именно в оплетке. Берите обычные, без оплетки, делайте нормальный, как положено, геотекстиль, потом щебень. Под ним, естественно, песок, да. Вот, закрывайте сверху этот щебень геотекстилем, и будет вам счастье. Тогда эта система будет работать. Вот в этом состоянии, вот вы уже просто, ну, тут все видно очевидно. Она абсолютно заелена. То есть она не рабочая. То есть это опять ошибки проектирования и ошибки... Это очень частая ошибка. Эти трубы продаются просто в любом строительном магазине. Их покупают ежедневно километрами и ставят. А в принципе их желательно не ставят. Но я так понимаю, что эту работу производил никакой не ландшафтный дизайнер. Это, скорее всего, производил строитель дома. Слушай, ну неважно, ты понимаешь, неправильно может сделать любой специалист. И строитель, и ландшафтник. То есть не гарантирует. То есть есть определенные технологии. Если они нарушаются, то потом происходят вот такие проблемы. Косячат все. Косячат все, естественно, да. Пойдем смотреть растения. Ну я уже вижу, что елочка поживает у нас замечательно. Елка, да. На которой в прошлом году чуть не сломался без спину. Ну, недорога я старался, не зря. Приросты этого года, это вот ярко-голубые. Видите, что, в общем-то, они идут по всей высоте елки. Сверху они были более интенсивные. Но это, в принципе, особенность роста любого совершенно растения. Оно сверху растет интенсивнее, чем снизу. Значит, видно, что приросты небольшие. Связано это с чем? Что это крупномер. Это сорт полукарлик считается. То есть для этого размера она 2 с плюсом. Она уже очень взрослая. Все очень взрослые хвойные, они, ну, в принципе, лиственные большинство тоже, да. Они после пересадки, первый и второй год, в общем, как бы, ну, болеют. Это нормально. Это нормальный физиологический ответ на пересадку. Значит, посмотрите, какие почки она заложила. То есть в следующем году прирост будет больше. То есть можно сказать, что она за этот год уже оправилась. В следующем году она уже покажет еще лучшее состояние, чем в этом году. То есть с ней все отлично, с ней все окей. Так, теперь что я хочу показать. Вот здесь мы проходили дорожку, да. Значит, наши горные сосны, которые у нас, я не помню, какой тут был сорт, да. Сорт с желтеющими на зиму. Да-да-да, желтеющие. Да, хвоинками. Прирост очень хороший. Вот такой прирост дали эти растения. И, в общем-то, с ними все совершенно прекрасно. А весной мы ничего с ними не делали абсолютно. То есть мы пришли, посмотрели на них, улыбнулись друг к другу и ушли. Вот. То есть все теперь она самостоятельно делает. Значит, береза. Мы можем даже с прошлогодней съемки сравнить толщину ствола, да. Она его нарастила явно совершенно. Мы весной обрезали. Мне даже и высота штамба стала больше. Нет, это невозможно. Потому что, мне кажется, я вот-вот... Это невозможно. Или я стал меньше. Нет. Нет. Кстати, вот это вот очень такое расхожее заблуждение, что если мы сажаем с вами штамбовое растение, то штамб будет расти. Он растет буквально там на полмиллиметра в год. Поэтому если вы покупаете растение метр двадцать на штамбе, да, место прививки, да, то оно у вас вот с этого места, оно, сам штамб не будет расти. Единственное, что вы можете делать, вы можете ветки формировать вверх, чтобы они вот сам купол наращивали. Купол увеличилось. Да. Это максимум, чего мы можем добиться. Поэтому если вы стоите, с одной стороны у вас лиственница там метр двадцать, метр пятьдесят, а с другой стороны два десять, берите два десять. Не берите метр двадцать, потому что метр двадцать, то у вас будет сток. Да. Просто сток. Он и будет метр двадцать всю жизнь. Вот. Соответственно, штамб она не нарастила, но мы ее весной обрезали таким образом, что мы все-таки хотим, чтобы купол она наверх какой-то нам выдавала, да, не только в ширину росла. Вот. То есть если с софинком вы просто улыбнулись и ушли, то с березкой вы что-то откорректировали кромку. Да, да, совершенно по-разному. В общем, тут тоже видно, какие приросты. Они вполне приличные для этого растения. Вот. Для первого года после посадки. Да, для первого года после посадки. Так, что мы еще смотрим? Ну, лиственные кусты... Ну, это у нас спире, да? Это спире у нас, которая японская. У нас же еще вангута. Вангута, серая. Спире японская спире вангута, да. Вот там у нас шиповники. Шиповники прекрасно цвели. Все лето. Ну, это сорт розы и ругозы, по-моему. Да, 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 да. Ты потом напиши, пожалуйста. Я, по-моему, да. Если я не ошибаюсь, это как раз с питомника Ольги Чененковой. Да, да, абсолютно. Очень хорошо перезимовали. Мы тогда вот с ними были еще не знакомы, когда сажали. А потом мы в цветении-то их с Арсеньевым снимали. Ну, вот потом мы их снимаем обязательно крупным планом. В общем, совершенно прекрасные. Они очень хорошо себя проявили. Заказчики остались ими очень довольны. Значит, давайте все-таки подойдем к гаражу, да? Посмотрим на наши там подвиги. Слушай, ну здесь до сих пор, да, я смотрю, очень сыро еще. Это, слушай, я хочу тебе сказать так. Вода ушла. Это вода ушла называется. Да, было просто ужасно. Тут все стояло в воде. Просто был слой, который вообще не уходил в принципе. Естественно, что сейчас вот то, что осталось, это надо выгнуть. И по большому счету надо, конечно, тут немножечко все-таки нарастить вверх. То есть, потому что видишь, вот даже тут видно, что вот здесь не так вообще. Не, ну поскольку это не будет использоваться как гараж, почему бы и не нарастить? Да, значит, вот мы поставили ливневые трапы, которые забирают воду, которая идет по мощению. Мы поставили с этой стороны. Значит, и поставили сбоку с торца тоже. Значит, потому что по грунту у нас все равно там чуточку выше. Мы решили все-таки поставить с обоих сторон. Вот. Это номер раз. Значит, вот там у нас колодец, который принимал. Ну, хоть что-то он принимал. Мы уже поняли, что тут дренаж, как таковой, в принципе, не работал, да. Но все равно, в любом случае, вот здесь была нижайшая точка. Вот эта вот, да? Да, на сегодняшний момент сюда вода не приходит. Вот. Вот. Ливневка была отправлена по трассе вот туда, в ту сторону участка, не здесь. Здесь мы дренаж переделали, уже положили как положено, по уму. Вот. И из последнего колодца у нас будет принудительный выброс в каналу. А там будет такой же принудительный выброс, только ливневых вод. С той стороны рядом с септиком. Там мы запитываемся от септика. А здесь от ворот. Вот. Ну, то есть не бывает таких, знаешь, каких-то нерешаемых задач. Есть какие-то вещи, которые сложно решить. Но, в принципе, все нужно и можно решать. Значит, ну и вот на этой волне того, что какая-то реорганизация началась, заказчики все-таки приняли решение, что мы доделаем то мощение, которое мы согласовали в прошлом году по проекту. Так, давай, слушай, по мощению на самом деле очень интересно. Но я предлагаю об этом снять немножко отдельный ролик, потому что здесь как раз у вас в разгаре вот укладка гравия на сетку, карьер. Мне кажется, что интересно будет всем показать, как это устроено. А ты мне еще расскажи, какие новые растения появились в саду. Потому что Петр хотел, насколько я помню, плодовый сад. Хотя малинник, что-то состоялось из этого? Значит, смотри, ну, во-первых, малина, да? Она была посажена весной. Значит, ты помнишь, да, здесь был просто хлам, непонятно что, и очень плохой грунт, выборка из-под мощения в перемешку со строительным мусором. Мы это все вынули на очень приличную глубину, забили здесь плодородным грунтом и посадили здесь малину. Практически вся малина здесь обычная, неремонтантная. Хороших сортов современных. И было посажено несколько, по-моему, гибридов красной и черной малины. Вот. Я хочу тебе сказать, что здесь, ну, тут особая совершенно атмосфера, потому что у нас в доме заказчики живут два гинеколога. У них на участке все родит. Вот. Абсолютно все. Казалось бы, да. Да нет, почему казалось бы. В общем-то, все правильно, все очевидно, все логично. И собиралась малина здесь в июле очень интенсивно. Несмотря на то, что это были молодые саженцы, которые мы посадили, по-моему, в первой половине мая, вот, они дали довольно хороший урожай. Но я хочу сказать, что заказчица ухаживала. Она ухаживала, она умничка, постоянно была на связи. Ну, вот скажи, смотри, вижу, что у тебя замульчирована вся эта малина. Скажи, это облегчает вообще уход за растениями? Конечно, облегчает, да. Во-первых, нужно реже поливать, да, потому что она задерживает испарение воды. А лето у нас было гиперсухое, да? Да, да. Вот. Поэтому в этом году она сыграла так, как она прямо и должна. Вот. Конечно, меньше прополки. Прополки мы полностью избежать не можем. Это профанация. Вот. Но полоть приходится гораздо меньше, если у нас замульчировано. Вот. Поэтому тут все сделано хорошо, правильно. И, в общем, как бы заказчики это уже успели оценить. То есть даже для полодовых вот таких вот кустарников, как малина, не стоит бояться то, что вот это вот... Ну, многие считают, что вот мульча из сосновой коры, это же, наверное, не лиственница все-таки. Слушай, ну... Не закисляет. Нет, смотри, значит, на самом деле, если бы мы сыпали опилки, да, то было бы две проблемы. Действительно, что сама древесина, она более кислая, чем мульча. Мульча, имеется в виду, что кора, да? Кора, она менее всего кислая. То есть иголка кислая, древесина кислая. Мульча, она слабо кислую реакцию имеет, да, но, в принципе, растение ее не боится. То есть не надо одновременно там, например, мы мульчируем сосновой корой и одновременно там какую-то доломитовую муку вносим. Нет, этого не нужно делать. Вот. То есть в плане закисления не надо беспокоиться. С этим все нормально. А вот другой же момент, если опилки, то там, кроме того, что действительно большее закисление идет, там еще идет то, что опилки, они начинают покрываться грибами, да, плеченью. Но они менее воздухопроницаемые просто. И это не то, что нужно нашим растениям, скажем так. То есть я категорически против опилок практически всегда. Пойдем посмотрим на плодовый сад. Пойдем. Давай тогда здесь. Яблони и груши. Мы, кстати, тут на бархат можем сразу посмотреть. Пойдем, да, кстати, да, посмотрим на бархат. Да. Значит, здесь было посажено несколько чубушников еще. Вот я вижу чубушников. Ты видишь, они сейчас страдальцы после... Ну да, видишь, тут получается, что одновременно работы с дренажом, ливневой канализацией, посадкой растений, поэтому все немножечко вот так. Заодно хватишься. Это было посажено весной, да. Они даже тут цвели. И вот смотри, вот это прирост уже этого года. Вот, естественно, после того, как мы пришли, вот эти работы делали, да, то тут немножко шурум-бурум это надо привести в порядок. Это еще не пришло в порядок. Значит, вот давайте посмотрим наш бархат, да. Вот прирост этого года, кстати, да. Вот, то есть они у нас есть, несмотря на то, что здесь вообще постоянно стояла вода. Чубушник этот, ну, чубушник, он любит воду, но не болото, а тут прям было болото. Бархат, видишь, он немножечко у нас с тобой ушел. Ну, в процессе, да, в процессе того, что здесь вот эта вода постоянно находилась, он немножечко подтонул. И мы его приподнимем обязательно, в зиму он войдет уже чуть-чуть повыше. Я думаю, что это нужно сделать именно сейчас. Не надо экспериментировать там до весны ждать. Мы это сделаем. И так испытаний бархатов выпало бы достаточно. Вот, пойдем тогда сходим, посмотрим на плодовые. Так, вот груша. Значит, груши у нас были посажены просто Мария, по-моему, и Велеса. Слушай, ну это не двухлетки, да? Это не двухлетка, это, по-моему, трех- или четырехлетка. Да, да. Она, кстати, сначала довольно хандрила после посадки. Месяц, наверное, она думала о жизни. Но, в общем-то, потом она воспряла, и, в общем, с ней все хорошо. Прогноз не то, что благоприятный, с ней все отлично. Вот, две сиреньки там посажено в угол, чтобы закрыть. Да, вот это, конечно, да, сарайчик очень хочется прикрыть. Вот вторая, это, по-моему, Велеса. Да, это Велеса. Ну, вот Велесу я еще ни разу не видела саженца, чтобы он был сразу хорош. Они все какие-то корятки, но это очень хороший сорт. Вот, с ней тоже все хорошо. Вот. Яблони показали себя еще лучше. Они дали очень приличный урожай. Да ты что, то есть в первый год после посадки, получается? Да, в первый год после посадки, и мы сразу узнали, что у нас пересорт. У нас обе яблони два сорта на одном. Вот, смотри, видишь, у нас место прививки. Даже тут видно по коре, видишь, вот кора какого цвета, более сизая, а эта более пурпурная, видишь? Вот это место прививки. Вот. Вторая яблоня тоже два сорта на одном. Кстати, на второй написано. Вот. Одна там была белый налив, по-моему, и что-то по типу Антона, а вторая Мантет и, по-моему, Солнышко. Неважно. В общем, та, которая белый налив, она дала плоды вот такого размера. Очень красивые, очень сочные, очень вкусные. Но оказалось, что это не белый налив, а золотой налив. Ну, мне кажется, это неплохо. Вам подсунут на лучший мех, практически. Нет, это неплохо, они не такие ватные. Ну, цвет понятно, что это субъективно, да? Там больше такой белесый уходит, да, белый налив. А этот реально был такой золотистый, фотография я тебе покажу. Вот. И они были прям наливные. То есть для заказчиков это был прям восторг. Отлично. Вот. Яблони тоже дали очень отличный прирост. Вот смотри, это вот прирост уже этого года, это уже на месте. Вот. То есть плодовый сад был посажен, в общем-то. Да, я прям завидую, как вот с плодовым садом складывается хорошо с утра. У меня почему-то, что с новыми яблонями, что с новыми грушами, страшная катастрофа. Да, вот это вот у нас калина плодовая, красная гроздь. Кстати, можешь попробовать. Я все время все пробую. Для калины очень приятная. Калина как калина. В общем, здесь будет красивый куст калины. Он уже тут есть. А, вот второй, видишь, мантед спартан. Тут подпись даже есть. Вот. Я не помню, были здесь яблочки или нет, но мы спросим у Петра. Может быть, и были. Ну, вот, значит, на той яблоню. Смотришь, малышка, 10 огромных яблок выдала. Ничего себе. Да, маленькая зайка. И это тоже двухлетний, да, или трехлетний саженец? Слушай, они считаются, как бы, вот, первый год у них идет выгонка центрального проводника, да, потом, бац, они его перепрививают, смотрят, что он укоренился, и на третий год они его продают. То есть, фактически, это из трех частей, получается, да, состоит? То есть, здесь прививка, штамп и еще одна прививка. Да, абсолютно правильно. Да. Ну, и тут мы, если уже захотим развлекаться дальше, мы можем прививать, но это мы показывали. Да, если будет желание. Так, и у нас два дюка. Это гибрид вишни с черешней, то есть, вишневый аромат, нет такой очень очевидной кислинки вишневой. И они, хочу сказать, что вот дюки, они более устойчивые. К манилиозу? Да. Да, пока, пока, на самом деле, все меняется в этой жизни, но пока более устойчивые, чем вишни. Вот, были посажены ягодные кустарники, а они тоже очень активно плодоносили, тоже есть фотофиксация. Вот, и ты посмотри, нарастили, в общем-то, довольно интенсивно. Да, почки такие уже хорошие. Да, то есть, мы их в следующем году начнем опять резать. Ну, при посадке подрезали, но не очень жестко, не хотела расстраивать. Тереть совсем урожай. Сокольчиков, да. Но, в принципе, это положено, что в первый год посадки все-таки формировать куст в ущерб урожаю, да? Да, да. Ну, в принципе, нет, мы подрезали, но вот, например, красную смородину, это очень хороший сорт, но он был, вот, то, что я купила, он был буквально, вот, какая-то одна веточка по уму, и надо было срезать. Вот, смотри, вот эта веточка, она дала какой-то бешеный урожай, мы ее в следующем году срежем, а вот ты посмотри, какой она... Ну, да, это же молодые приросты, они более мышечные такие. То есть, она все равно, несмотря, бывают варианты, бывает, когда вот такую вот посадишь непонятную ветку, она стоит, вот, эту ветку так вот и держит, и больше ничего не происходит. Но тут, слава богу... Одновременно. Да, да, да. Поэтому тут вот прям в следующем году формировать уже будет что, и, в общем, это будет и на радости, и на пользу. Ну, и я смотрю, еще у нас тут одно деревце. Это тоже дюк. Ага, это тоже дюк. Да, второй, да. А скажи, два дюка посажены для того, чтобы было перекрестное опыление, или просто надо... Слушайте, вообще, на самом деле, считается, что есть сорта частично самоплодные, но они, если дают урожай, но настолько скорбный, что, конечно, лучше сажать два сорта, и лучше, конечно, еще смотреть, кто из них перепыляется. На самом деле, информации по этому поводу очень немного, и очень часто она неправдивая. Да, 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 да. Поэтому, что вообще, в принципе, дюк довольно-таки новый для наших садов. Это все касается любых косточковых. Бывают такие случаи, что ты привозишь прям те сорта, которые точно должны перепыляться. Они не перепыляются. И тут варианты такие, что, может быть, какая-то ошибка в таблице, а, может быть, тебе опять подсунули... Пересорт. Какой-то другой, да, просто-напросто сорт. Поэтому бывает, что ты посадишь, а потом через три года меняешь. Или досаживаешь еще какой-то. То есть, это рабочий момент. И тут с ним может столкнуться и специалист, и садовод-любитель. Это просто наша реальность, к сожалению. Отлично. Ну, я думаю, что на этом мы этот ролик закончим. Я надеюсь, что мы показали все работы, которые произошли у Петра Попова за прошедший год. К сожалению, их случилось не так много, как хотелось бы, ну, в силу различных обстоятельств. В первую очередь материальных, во вторую очередь природных. И вообще садоводство, как вы видите, штука сложная. Да, постоянно поджидают какие-то сюрпризы. Но, называется, тише едешь, дальше будешь. Зато, наконец-таки, все будет сделано грамотно, правильно и надолго. Да, слушай, тут еще такой плюс огромный, что мы избавимся от части ревизионных колодцев. Ты помнишь, сколько их тут на участке? Да. В прошлый раз еще... Да, ужасно просто. Постоянно натыкаешься на вот эти вот штуки. Да, мы уберем те, которые не работают. Мы уже точно их знаем теперь. Ну, это тоже вопрос эстетики. Слушай, Вика, я хотел с тобой еще снять один ролик, потому что очень много вопросов от наших зрителей поступило по поводу подзимней посадки. Я заикнулся, что все ландшафтные дизайнеры до сих пор работают, производят какие-то посадки. Многие удивились, поскольку минусовые температуры вообще стоят, растению холодно, они мерзнут. Как их вообще сажать, как они перезимуют. И мы об этом не раз рассказывали, но я думаю, что стоит повторить. Поскольку я вижу, что у тебя посажено новое дерево. Расскажем об этом? Расскажем. Все, смотрите наш следующий ролик про подзимнюю посадку от Виктории Самгиной. Всем пока. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok